Всем привет! В эфире программа «Всё лучшее детям» и я её ведущая Дарья Козина, мама двухлетнего непоседы. Молодые, даже опытные родители ежедневно сталкиваются с множеством проблемы вопросов. Как вылечить, чем кормить, во что одеть, как воспитать, чем развлечь и при этом не сойти с ума. В нашей передаче вы найдете лайфхаки, ответы на вопросы от специалистов в разных сферах и актуальные новости для всей семьи. Самый задорный семейный праздник традиционно прошел на лыжной базе. За два дня День снега посетили сотни саровчан. В программе праздника и традиционный конкурс снежных фигур и самые популярные зимние забавы. Соревнования по керлингу и брумбол, конкурс на самый длинный спуск с горы, футбол в валенках и баскетбол на снегу. К морозному веселью присоединилась и наша съемочная группа. На скрутуру я смотрю с гордочкой, чем говорится, накормчить, маковки. Так необычно и креативно дети, воспитатели и родители детского сада номер 16 защищают своих снеговиков, которых они вместе слепили накануне праздника День снега. Идея создать семью Морковкиных родилась не случайно. 2024 год – год семьи. А это значит, что в этом году все будет посвящено теме сохранения семейных ценностей. Было трудно понять, как из одного куба сделать сразу троих, целую семью, потому что куб был единый монолит, а идея у нас была немножко другая – сделать их по отдельности. Но когда пришли, уже сразу сориентировались, что нам делать. И очень дружной командой мы стали вырезать, налеплять. Кто-то носил воду, кто-то подсказал идеи, все отходили, смотрели, как художники. И затем уже быстро-быстро украшали. Каждый гость на празднике смог найти себе занятие по душе, принять участие в соревнованиях по баскетболу в валенках, поесть на скорость пельмени, попробовать себя в роли кирлингистов, а также поучаствовать в интерактивных играх. Погода хорошая, много всяких игр и забав. Мне кажется, это интересно. Молодежь интересна, взрослым интересен. Праздник для детей, для взрослых – это правда праздник. Здесь очень весело, люди дышат воздухом. Слежим. Нам все очень нравится. Да, нравится. А что нравится больше всего? Ну, мы вот сейчас играли в футбол в меня. Вот, наша команда победила. Вот, и моя группа еще лепит снеговиков. Красиво, фигуры красивые, понравились. Музыки много, весело. Также на праздники все желающие смогли покататься с горки на ватрушках, насладиться вкусным чаем и глинтвейном. Эстафету праздника «Дня снега» приняли стадионы Кар и Ледовый дворец, где гости смогли с ветерком покататься на коньках. Сноутюбинги, или как их народе называют – ватрушки, пользуются большой популярностью у приверженцев активного зимнего отдыха. Вот только на крутых склонах ватрушка развивает огромную скорость и становится неуправляемой. Как правильно кататься на сноутюбинге, чтобы отдых закончился не на больничной койке, расскажем далее. Снежная зима – большой соблазн для любителей кататься со стихийно образовавшихся гор на ватрушках. Сноутюбинги – наиболее опасное приспособление для зимних забав. Ватрушки могут развить большую скорость и стать неуправляемыми. При несоблюдении техники безопасности растет травматизм, причем нередко с серьезными последствиями для здоровья и угрозой жизни. Нужно помнить, что многими любимые надувные сани не так безобидны. Вывихи, переломы, ушибы – вот лишь малая часть травм, которые можно получить при катании с горы. Перед катанием проверьте целостность ватрушки, ее дна, ручек, швов и внутренней камеры. В противном случае ватрушка может разорваться. Также следует обратить внимание на место для катания. Лучше всего выбрать для этого специально оборудованные трассы. Также не следует кататься и во дворах, на ледяных горках и по наклонным улицам. Единственная оборудованная зона для ледянок и сноутюбингов в Сарове – на лыжной базе. Там специалисты следят за горками в течение сезона, чтобы на поверхности не образовывались комки и ямы. Трассы для катания готовят с лета. На лыжной базе имеется два спуска для сноутюбов. Спуски у нас подготовленные, то есть это в течение летнего осеннего сезона горки готовятся, выравниваются. Также ежедневно по горке проходит ретрак для того, чтобы не было ледяных бугорков или каких-то других препятствий, чтобы без проблем, без травм можно было спокойно спускаться с горки. Крайне опасно привязывать тюбинг к бамперу автомобиля, поскольку шанс оказаться под колесами очень велик. Перед тем, как вы собираетесь спускаться с горы, следует убедиться, что на вашем пути нет препятствий. Прежде чем начать спуск по трассе, осмотрите ее. На ней не должно быть ям, бугров, торчащих кустов, камней. Внизу должно быть достаточно места для торможения. Идеально использовать для катания специальные средства защиты. Опасно садиться на ватрушку нескольким людям сразу. Нельзя связывать тюбинги между собой. Не пытайтесь лежать, вставать или прыгать на ватрушке. При катании крепко держитесь за ручки и ни в коем случае не тормозите ногами. Когда соблюдение простых правил безопасности убережет вас от травм и принесет только удовольствие от зимней забавы. Не катайтесь на сноутюбинге вот теперь или при небольшом снежном покрове, так как ватрушка может резко затормозить. А при сильном обледенении горки можно получить травмы. Присматривайтесь за детьми и не отпускайте их кататься на надувных санях одних. Физическая активность детей существенно снижается осенью и зимой. К такому выводу пришли ученые из Кембриджского университета. Между тем, это одна из важнейших составляющих успешного развития детей. Задача родителей обеспечить своему чаду активный досуг в любое время года. Частые прогулки на свежем воздухе, зимние забавы или, например, посещение батутного центра, который станет отличным развлечением для всей семьи. Ощущение полета, легкости и счастья. Примерно такие эмоции испытывает ребенок при прыжках на батуте. Они вызывают выброс адреналина и энергии, которая накопилась в вашем чаде. Центр Гуд Батут – место, где детство становится настоящим приключением. В заведении доступны свободное посещение, профессиональные занятия с тренером и организация любого события, в том числе дня рождения. Провести его можно с анимацией в формате увлекательного квеста. Каждая программа там подразумевает свои задания. И также в конце призы тоже разные. 12 записок, есть Форд Боярд. Это вот примерно что-то похожее, только вместо записок там ключи и слова подсказки. То есть, да, как вот в реальной программе Форд Боярд. Колесо Фортуны имеется, там тоже есть задания свои, своеобразные, где-то подумать, где-то подвигаться. И с костюмами. То есть это пират, человек-полк. Вот. В пирате, ну, там в основном большую анимацию играет пират, да. Там тоже есть задания, тоже есть. За каждое задание что-то получают детки. И в конце, соответственно, также получают призы, если доберутся до них. Время, проведенное здесь, точно оставит яркие воспоминания, а также положительно скажется на здоровье. Аналогов нет ни в одном виде спорта. Прыжки на батуте развивают ловкость, вестибулярный аппарат укрепляют все группы мышц. Перед каждым сеансом опытные инструкторы проводят разминку и проговаривают правила безопасности. Специалисты научат все МАЗа. Сначала просто научиться прыгать на батуте. Дальше уже какие-то основы, то есть минимальные, там, группа минимальных упражнений, которые в дальнейшем ребенок может развивать, либо улучшать. В дальнейшем даже может пойти в профессиональную какую-нибудь секцию, которая у нас есть в городе. Развлечения по душе найдут даже самые маленькие саровчане. Для них установлен детский лабиринт с горкой и сухим бассейном. Родители тоже не отстают. Прыжки на батуте помогут разгрузиться после трудовых будней в офисе, снять стресс или весело и активно провести время со своим чадом. В Гуд Батут рады каждому гостю. В центре действует множество акций и скидок. Дети до 5 лет проходят на батуты бесплатно, обязательно в сопровождении взрослого, который оплачивает свободное посещение. При визите всей семьей мама, папа и ребенок скидка 10%. Для многодетных и для гостей с ОВЗ 25%. Для именинников посещение тоже бесплатно. Дети живут эмоциями. Получить заряд бодрости и позитива, радость движения и общения с семьей и друзьями можно в Гуд Батут. Развлекательный центр работает по адресу улица Чапаева, 26, второй этаж. Ежедневно с 10 до 22 часов. Посещение по предварительной записи по телефону 8 958 548 1448. Дети и подростки регулярно становятся жертвами киберпреступников. Если в ряде случаев речь идет о безобидной шалости в интернете, то иногда риски становятся угрозой для жизни. С какими из них чаще всего сталкиваются несовершеннолетние в сети и как обезопасить подрастающее поколение от мошенников, кибербуллинга и экстремистов, поговорили с методистом, руководителем отдела социальной адаптации молодежного центра Екатериной Неконоровой. С какими угрозами, в частности, может, подростки, да, уже более старшие детки сталкиваются в интернете? Сейчас это на самом деле довольно-таки большая проблема, потому что дети находятся действительно в зоне риска, так как не сформирована полностью психика. Им часто не хватает какого-то внимания, потому что родители, например, заняты, и они за этим вниманием обращаются в интернет. Вот, поэтому нужно, естественно, как-то говорить с детьми, учить их правильно пользоваться интернетом, правильно получать информацию и, конечно же, не контактировать с посторонними людьми, какие бы сообщения они, например, не писали. Ни в коем случае не приходить по непроверенным ссылкам, то есть по подозрительным ссылкам. Это что касается злоумышленников, мошенников, да, в сети, а с какими еще угрозами может столкнуться ребенок? Есть еще моменты, связанные с буллингом, да, со сверстниками, которые тоже как-то могут неблагоприятно влиять на ребенка. Что касается буллинга, конечно, это очень важная проблема современного общества и практически, наверное, в любом учебном заведении так или иначе, к сожалению, он существует. Прежде всего нужно создать доверительные отношения с ребенком, будь то учитель, будь то родитель, для того, чтобы ребенок смог свои проблемы обратиться к человеку, который его выслушает и даст совет, потому что зачастую дети ищут ответа в первую очередь у своих сверстников. Почему? Потому что они боятся, что взрослые просто их не поймут. Поэтому важно выстроить такие отношения, чтобы ребенок знал, что он к этому человеку сможет обратиться и все сказанное между ними останется только между ними, а это не пойдет, например, куда-то дальше. Это достаточно непросто сделать, потому что у родителей большая занятость, им часто некогда. В такое время мы живем, время кредитов, ипотек и тому подобное. И родители, они не то, что не хотят, например, взаимодействовать с ребенком, просто они очень заняты. И когда возвращается, например, родитель домой, спрашивает у ребенка, все нормально, ребенок что говорит, все нормально, занимайтесь своими делами. А потом, когда уже возникает какой-то пик, то родители, понятно, с большими глазами не понимают, как такое вообще могло произойти. Потому что, к сожалению, сейчас в последнее время участились случаи террористических угроз, в том числе. Мы помним случаи, когда, к сожалению, в общеобразовательных школах приходили дети, вооруженные, причем дети из благополучных семей. И вот тогда уже мы начинаем анализировать эту ситуацию, почему это все случилось. И в итоге получается, что ребенок просто был предоставлен сам себе, что у него были какие-то проблемы, которые он не смог раскрыть, поделиться. Были и случаи буллинга у этого, например, ребенка. Вот. Поэтому, чтобы этого не запустить, у ребенка еще и должна быть занятость. Это либо спорт, либо творчество, либо искусство, литература, все что угодно. То есть, когда ребенок занят, ему просто, у него нет времени чисто физически сидеть в интернете и что-то искать себе. Мошенники втираются в доверие к детям. И они очень хорошие психологи. И они на протяжении долгого времени могут обрабатывать ребенка. Например, у ребенка родился брат или сестра. Понятно, что там какое-то внимание больше уделяется этому новому члену семьи. Старший ребенок чувствует себя зачастую обделенным этим вниманием. У него и так еще полностью, его психотип не сформирован. И здесь какое-то внешнее есть давление со стороны окружающей его среды. И в этот момент, например, ему предлагают дружбу через интернет. Пишет посторонний человек. Он может представиться его сверстником или сверстницей. Ну и говорит, давай с тобой дружить. Ну, давай дружить. Расскажи там, что тебя беспокоит. То есть ребенок начинает постепенно выкладывать все, что у него на душе скопилось. И он начинает такую переписку. Этот человек, он может сказать, слушай, ну вот есть такое сообщество супер-супер молодежное. И вот если ты будешь следовать тому, что я говорю, ты в это сообщество попадешь. Ребенка просят посчитать, сколько у тебя ножей в квартире. А есть ли у тебя какое-то оружие. А вот давай попробуем посмотреть, насколько безопасно в твоей квартире. Заберись на подоконник, там открой форточку, попробуй там ладонями упереться в стекло. Вот таких подобных моментов их достаточно много. Поэтому нужно контролировать, с кем ребенок ведет переписку. У меня у самой 12-летний сын. И, конечно, он не в восторге от того, когда я беру его телефон. Но ребенку у него все равно должен быть какой-то уголочек, свой собственный, свой собственный мир. И часто дети, например, не хотят кого-то туда пускать. То есть у каждого ребенка должны быть какие-то свои секретики. Но надо вот и построить отношения таким образом, чтобы этими секретиками он делился с самыми близкими людьми. Катя, вот эффективны ли какие-либо программы, приложения, которые ограничивают доступ к контенту, доступ, в принципе, к интернету у ребенка? Все зависит от того, к чему вы стремитесь. Все равно периодически нужно контролировать, даже не периодически, а контролировать, что смотрит и во что играет ребенок. Приложение, например, которым пользуюсь я сама, это Family Link. Устанавливается на телефоне и контролирует все, что скачивает ребенок. То есть, например, захотел скачать какую-то игру, надо сначала получить разрешение у родителя. Соответственно, я просматриваю, что именно он хочет скачать. Я могу установить радиоцистский контроль на, например, пользование интернетом в течение дня. То есть, сколько часов ребенок может провести. Можно задать ограничения. Нужно быть очень внимательным, потому что иногда за, казалось бы, обычной игрой там может быть вложен какой-то контент негативного характера. Во многих играх есть реклама. А так как мы пользуемся сейчас в основном сенсорными устройствами, то есть одно неверное прикосновение пальца, вот когда идет реклама какая-то, и у тебя уже скачен какой-то недоброкачественный контент. И, соответственно, ребенок уже не знает, что с этим делать, потому что, ну, вот у меня у сына тоже такие случаи бывали. Здесь опять все сводится к тому, чтобы периодически контролировать, анализировать, просматривать, что у ребенка в планшете, в телефоне. Да, да. Но, опять же, мошенники не спят, фибдят, и в интернете можно найти все, что угодно, как снять все эти фильтры и запреты. Поэтому нужно очень просто внимательно относиться к собственному ребенку. устраивать, еще раз повторяю, его занятость и доверительные отношения. Все родители мечтают, чтобы их дети выросли здоровыми, умными и счастливыми людьми. На пути к заветной цели может помочь наша передача. С вами была Дарья Козина. До новых встреч. И пусть родительство будет в радость. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова